Аллилуйя! Слава Богу! Утренняя молитва в нашей Киевской архипископии Трансляцию шалом с началом Суккота Аминь! Аминь! Да, шалом, брат Арсений С началом праздника Суккота Сегодня первый день самый этого библейского, еврейского, Господнего, Божьего праздника Так что мы знаем из Библии, что не только у нас есть праздники И если человек, допустим, неверующий, он может думать, что только у нас, у людей есть праздники Ну, в общем-то, да, из живущих на нашей планете лишь у нас есть праздники Животный мир не празднует праздники, растительный мир не знает праздники Хотя, ну, это так довольно упрощенно На самом-то деле, Господь он дает этой земле тоже отдых и праздник Но Бог показывает интересно И животному миру тоже свои празднества дает Вот, но, значит, празднуем сознательно, осмысленно мы люди Вот, и в каждом, ну, не знаю, в сообществе есть свои праздники В каждом доме есть свои праздники какие-то Есть праздники семейные Праздники, вот, там, ну, обычно, там, дни рождения, там, дни свадеб Отмечают люди Вот Какие-то, ну, какие-то юбилеи отмечают Это семейные праздники Вот, есть праздники целых народов Да, это, допустим, ну, обычно, это каких-то национальных героев Там праздники государственные Дни независимости Допустим, да, в странах празднуется День независимости Вот, в Америке самый такой известный праздник День независимости Америки Вот, значит, ну, и в каждом народе есть Да, День России есть День независимости Украины есть Вот, ну, День Белоруссии В любом народе есть праздник такой Государственный праздник Вот, есть такие национальные праздники Они не государственные, но какие-то даты отмечаем Вот, и читая Библию Извиняюсь Аллилуйя Так, а что здесь? С праздником, суккот, драгоценные радости, мир и любви вам от Господа Аминь, Валентина Слава Богу Слава Богу Приветствую вас, сестра Валентина Приветствую всех святых Слава Богу Вот, и Люди Когда мы Переживаем обращение К Господу Переживаем встречу с Богом То мы много Удивительного узнаем для себя, да? И Одно из тоже таких удивительных открытий Что мы созданы по образу подобию Божьему Что мы не просто гомо сапиенс Не просто мы продукт случайной эволюции Знаете ли? Или случайного эксперимента инопланетян Или чего-то еще Нет Мы созданы Богом Творцом Неба и Земли И всего видимого и невидимого Добрым, благим Отцом созданы На этой Земле Вот, и мы созданы Именно по образу подобия его И очень многие вещи, которые Мы думали, это чисто наше человеческое Вот, знаете ли Оказывается В нас это от нашего Отца От нашего Бога Вот, и Желание празднества Желание праздника Вот, как в Украине говорят Душа божа и свята Божа и свята Душа жаждет праздника Вот, и Вот это желание Жажда праздника Оказывается Ну, у кого-то это ярко выражено Желание праздника Кто-то вообще хочет жить Сплошным праздником, допустим, да? Вот Но все равно Какое-то желание праздника есть Какое-то в человеке Ну, это заложено просто И теперь мы знаем Придя к Богу, да? Мы знаем Кем это было заложено Это было заложено Самим Богом Потому что Он создал нас по образу Подобия своему И еврейскому народу Израилю Вышедшему из Египта Конечно, там были не только евреи И далеко не все евреи вышли из Египта Во-первых Да, это Ну, так Не очень радостная История Но Очень поучительная зато Очень поучительная Вот И далеко не все евреи вышли Считается Что примерно треть Всех евреев Проживавших в Египте В рабстве египетском Так и осталась В Египте Даже после всех Казней египетских После всех чудес Вот Другие раввины говорят Что гораздо больше Количества евреев осталось Две трети осталось Лишь одна треть вышла Другие еще больше Называют сравнение Но Как бы то ни было Считается Что треть Отпала неверием Вот Но за место Отпадших неверием Вот этих Природных ветвей Бог привил Тогда 3330 лет назад Во время Моисея Во время исхода Великого Начало этого Великого исхода Бог вывел Иноплеменников Разных Будем так говорить Представителей Разных народов Проживавших в Египте Вот Которые Диких ветвей Будем так говорить Да Сравнивая с ветвями Библия и Ветхом И в Новом Завете Сравнивать с ветвями Часто Вот Бог привил Верою Удивительно Бог привил Верой Вот И Поэтому Вот даже Пасха Допустим Да Песах Да Пасха Песах Многие Многие Говорят Это праздник Еврейского Народа Вот Даже Среди Вот Антисемитов Вот Я встречал Такое Вот Уже Не раз Высказывание Там Значит Там И Среди Вчерашних Православных Ставших Язычниками Даже Они говорят Что Я разговаривал С такими людьми В России Допустим Да Они стали Язычниками Вот Поклоняются Там Перунудам Кому-то еще Значит Там Поклоняются Вот Значит И Я спросил Одного парня Ну Молодой человек В Туле Значит Он мне признался Что он Значит Он стал Язычником Был православным Ходил в храм Ну Как бы Разуверился Вот Значит И Отрекся От Христа Значит И Даже попросил Священника Провести Обряд Расцерковливание Как бы Раскрещивание Вот И как бы Заплатил деньги ему И священник Как бы Провел обряд Правда Я не понимаю По какому чину Он провел Обряд Как можно Я честно говоря Значит Как бы Вот Подозреваю Что это Шаманство Какое-то Было Этим священником Совершено Вот Как можно Раскрещивание Вот Значит Ну Короче За что купил За то продавал Сейчас я Этот парень Молодой человек Мне рассказывал Что Он заплатил Священнику Уговорил его Провел обряд Раскрещивания Расцерковливания Вот И он сознательно Стал Значит Вот этим Язычником Стал посещать Капища их Ну он и раньше Посещал Вот значит А то уже Стал уже там Даже служить уже В этих капищах Значит И вот Значит Да Язычник А я спросил Почему еще Удивительно Он просто Был религиозным Православным человеком Значит Но стал углубляться В основу Своей религии В основу православия В частности Читать отцов церкви Но его Смущал всегда Еврейский вопрос И вот этот Его природный Как бы Антисемитизм Как бы Ярко выраженный У кого-то он мало выраженный У кого-то очень Так болезненно У него Был болезненно выраженный Я так понимаю Вот Его Его просто вывел Даже из православия Вот Знаете ли Потому что И вот Пасха Пасха Это Ну Так Говорит Это Жидовский Праздник Ну Еврейский Праздник Вот Значит И Но я И тому Молодому человеку Попытался Объяснять Не знаю Ну Господь Может достучиться До него Сердце Но Что Это праздник В первую очередь Да Это праздник Израиля Праздник Евреев Но в первую очередь Даже в большую степень Это праздник Самого Господа Это праздник Божий Вот И Это праздник Верующих Потому что Далеко не все Потомки Якова По плоти Евреи Вышли из Египта Это исторический факт Это было До недавнего времени До 20-го столетия Это было еврейским Лишь преданием Как считалось Вот Значит Но уже В 20-м столетии Археология Полностью подтвердила Правдивость Этого предания Потому что Археологи Нашли Следы Огромного Еврейского Присутствия И после Времени Великого Исхода То есть Целое поколение Жило еще После Моисея После Исхода Там в Египте И нашли Поселения Поселения Еврейские Чрезвычайно Большие Что заставило Как бы Даже в ученых Там были В основном Атеисты Археологи Вот Значит Или Мал Так Культурно Христиане Заставило Их Даже Сомневаться В истинности Библии Хотя Наоборот Это Как раз Подтвердило Истинность Библии Истинность Как раз Еврейского Предания Вот Очень Интересно Вот И Так вот 3330 лет назад Когда совершился Великий Исход Во времена Моисея Вот То Действительно Люди Вышли И вот Сегодняшний праздник Суккот Который Всю неделю Продолжается Он тоже Собой Вспоминает Пасху Как ни странно Это Вот На первый взгляд Кажется Вот я Самый конец Прочитаю Левит 23 глава В кущах Живите Семь дней Всякий Туземец Израильтянин Должен жить В кущах Чтобы знали Роды ваши 43 стих Обращаю Ваше Внимание Чтобы знали Роды ваши Левит 23 43 Что В кущах Поселил Я Сынов Израилевых Когда Вывел Их Из земли Египетской Я Господь Бог Ваш Ну и Заканчивается 44 стихом Все это Вся эта Глава И объявил Моисей Сынам Израилевых О праздниках Каких Да Еврейских Да Праздниках Израильцян Нет Внимание О праздниках Господних Поэтому Не важно Кто ты Сейчас По национальности По своей Религии Традиции Еврей Иудей Религиозный Христианин Представитель Какой-то Нации Культуры Религии Знай Дорогая Душа Что есть Праздники Создателя Праздники Бога И вот Если Весенние Праздники Пасха Допустим Пятидесятница Песох Живот И все Что связано С этими Праздниствами Уже Исполнилось Уже Исполнилось Пасха Уже Исполнилось Мы на Пасху На Песах Мы не только Вспоминаем Наш Наш Исход Из Рабства 3330 лет Назад Совершенный Богом Но Говорим Что наша Пасха Как вот И апостол Шауль Павел Говорил Язычникам Что наша Пасха Это сам Иешуа Мы благодарим Бога За свет Слова Божьего Что Бог Дал нам Тору На горе Синай Заповеди Что Потому что Невежественный Народ Он погибнет И Даже если Он вышел Из рабства То Гибель Знаете ли Без света Божьего Слова И Бог нам Дал слово Своё Мы благодарим Бога За Тору Благодарим Бога Но Для нас Пятидесятница Это даже Не только Дарование Торы Там На Синае Но это Излияние Духа Святаго Это Обличение Силой С высшей Церкви Божьей И это Для нас И прошлое И день Сегодняшний То есть И Пасха И Пятидесятница И все Что связано С этими праздниками Допустим В изношении Снопада Первого Это как Воскресение Иисуса Христа Другие Все эти Дни Отчета Амера Вот все Эти Празднества Облесночные Дни Да Будем Как Павел Говорит Отмечать Пасху Не с Закваской Порока Лукавства Но с Сопресниками Чистоты И Истины То есть Для нас Это Действительно Исполнившееся Поэтому Я так Грубо говоря Говорю Что Часто Христианам Что В принципе Нам Новозаветно Верующим Пасху Пятидесятницу Праздновать Не обязательно Мы можем Даже ее Не праздновать В принципе Потому что Это уже Праздники Исполнившиеся Мы просто В них Живем Уже Постоянно Это Наша Пасха Христос Пятидесятница Это Дух Святой Роха Кадош Который Живет Не просто С нами А в нас Верующих Пребывает И среди Нас И Духом Святым Именно И Ишуа Иисус Он в нас И с нами Среди Нас И Духом Святым И Ишуа Возошел на крест Совершил наше спасение Духом Святым Сегодня Иисус Духом Святым Исцелял Благоставлял Воскрешал Сегодня Мы то же самое Делаем Духом Святым То есть Мы живем В этой Пятидесятнице Мы живем В этой Пасхе Вот Но что касается Осенних праздников Если весенние Мы можем не праздновать Как праздники Для нас это больше История Прошлая Ну и Как бы День сегодняшний Постоянный Вот То Касательно Вот осенних праздников Дело обстоит Совершенно иначе Осенние праздники Череда которых Вот Завершается Вот этим Кульминационным Таким Феерическим праздником Просто Потрясающим Торжеством Суккота Поставления Кущей Аллилуйя Спаси Бо Тебя Господь Осенние праздники Они еще не Исполнились Они еще Говорят о будущем И больше того Они исполняются Во всей полноте Именно при приходе Иисуса Христа И Ишуа Машеха Втором его пришествии Уже Как мы говорим И в тысячелетнем царстве Они раскроются Эти праздники И в вечности Раскроются То есть Это праздники Будущего Поэтому Если Пасху Пятидесятницы Мы можем Не праздновать И как бы Даже в принципе Это больше Так вот История То Осенние праздники Я имею ввиду Йом Труа Праздник Трубного Зова Йом Кипур И вот Не важно Не важно Кто ты по национальности Если Мы веруем В Бога Авраама Исаака Израиля Если Библия Для нас Это Божье Слово То Правильнее Применить Слово Мы Или я Да Мы жили И не важно Кто ты по национальности Если человек Ты верующий Если в твоем сердце Ишуа Машех Живет Иисус Христос То Скажи Мы Со мной Скажи Мы жили В кущах 40 лет Подряд Читая истории Авраама Исаака Якова Ты читаешь Или патриархов Пророков Ты читаешь Историю Не чужих людей Ты читаешь Историю Своей семьи Ты читаешь Историю Не просто чужого народа Нет Теперь этот народ Твой народ Потому что Этот Бог Теперь твой Бог Великий Бог Израиля Теперь твой Бог Народ Израиля Это теперь твой народ И Здесь у нас Без выбора Либо так Либо без Бога Одно из двух И знаете друзья Либо как тот парень Стал язычником Но я верю Что Господь По милости своего Обратит людей И даже если Люди язычники И здесь в Киеве Я тоже встречал Давно уже Одну женщину В метро Мы ехали Видно Такая интеллигентная Культурная женщина Вот И у меня были С собой какие-то Прогласительные Значит Трактаты Евангельские Вот Взял из какой-то церкви Кстати вот вчера Жалко я не взял Я Были очень хорошие Трактаты вчера Вот там На Майдане Значит На Хрещатике Значит Был на празднике Вчера было Предпразднество Предпразднество Праздника Поставления кущей Называется РФ Суккот РФ Суккот Предпразднество Кущей Праздника Господнего А в Украине Праздновался Он Как праздник Святоподяки Праздник Благодарения Вот И я имел честь Быть на этом празднике Ну по крайней мере До обеда Правда Замерз Очень холодно Резко похолодало Вообще В Киеве Вот Но впечатлений Масса Конечно Впечатлений Море Я пережил Так сильно Эту Божию благодать Слава Богу Когда в центре города Киев Это сердце Украины А сердце Киева Конечно Это Хрещатик Это Майдан И когда Да Там были слезы Майдана Там лилась кровь Там были слезы Там много всего происходило И хорошего И плохого Всякого В истории Киева Мы знаем Да Поскольку на последние годы Но самое удивительное Когда Сейчас вместо пепла Бог дает украшения Майдану Хрещатику Киеву Украине Вместо пепла Вчерашнего пепла И слез Бог дает Ныне Вот этот шанс Потрясающего Пробуждения духовного И вот то что вчера Происходило По сути Это Вот я вот вспоминал Место писания Что И вспоминаю сейчас Что вместо пепла Бог дает украшения Самое великое украшение Это сам Господь Бог всемогущий Он наша краса И Хо Молитва Прославление Пелись гимны христианские Там Ну Вообще Много всего происходило Слава Богу Вот Много верующих С разных конфессий Разных динаминаций Ко мне подходили Там люди Баптисты Пятидесятники Адвентисты Ягодисты стояли Там кстати тоже С трактатами Католики подходили Православные Обычно Прихожане подходили Священников православных Я не видел Ну хотя Я не до конца Я только был до обеда Вот Может потом уже были Потому что Основная масса Масса людей была Я так Даже судя по фотографиям Уже Потом Посмотрелся В ночь Я думаю Да Все таки Вечером Было больше народа Намного Вот Потому что Днем еще можно было Там протолкнуться Вот Значит А вечером уже было Да Уже масса народа Ну концерты Прочие конечно Заменитости Там Вот Но вы знаете Друзья Вот Господь Благоставляет Сегодня всех нас И в этом празднестве Сукот Вчера предпразднество А сегодня сам праздник Вот Вчера вечером Поздно вечером Начало было Помолился я здесь Вот И был вечер написано И было утро День следующего День пятнадцатый Наступил Полнолуние Этого месяца Чешри Вот И сегодня Праздник Божий Праздник Господний Сукот Поставление кущей И это праздник будущего А частично Исполнились Я хочу напомнить Кое-что Хочу напомнить Сейчас перед причастием Сейчас совершим причастие И в Харистию Хлебоприломление Вот перед причастием Хочу напомнить Что Значит Как исполнились Эти праздники Частично С приходом Машиаха С Рождеством Христа Как мы говорим Первый приход Машиаха Первый Его приход Был В образе раба Простого еврея Который Стал Агнцем Божьим Знаете Друзья Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Боже Всемогущий Благодарю тебя Господь Благодарю тебя Первый раз Он пришел И В эти дни Осенних праздников Мы Вспоминаем Рождество Христово Я даже выставил Там в сетях Правда Много у людей Было вопросов Потому что Необычно Обычно С Рождеством Поздравляют В конце декабря В начале января В Украине Вообще Благодать в этом отношении Сделали Чтобы не было споров В декабре Или в январе И так И так Празднуйте И то и то Праздник государственный Но по совести Надо В Верховной Раде Еще раз Собираться Потому что Исторически Иисус родился В сентябре Поэтому Давайте Еще и в сентябре Сделаем Шутка Вообще Если серьезно То вот эти праздники Как раз и есть Крисмас тайм Как раз Время Рождества Я эти дни пою Часто Рождественские гимны Благодарю Бога Вот сейчас Как-то темно Ну День уже убавился Заметно Вот И пасмурно Сегодня что там В Киеве Вот Но Бог даст Значит Сейчас вот Рассветет Выйду в парк Помолюсь тоже в парке Молитвенная прогулка такая Вот станция метро Черниевская Там До Лисовой Так прохожу Молюсь Вот И значит И пою гимны Вот Можно Думаю Камеру возьму с собой Кстати надо будет Записать тоже Некоторые вещи Такие размышления Ну Прямо на природе Так На молитве люблю Тоже записывать некоторые вещи Делиться Словом Божьим Откровением И Спеть хочу тоже Украинские эти Песни Рождественские гимны Слава Богу Вот И пусть Бог благоставит вас всех А еще сегодня Брат один приезжает Да Ну Че попозже встретимся Здесь пообщаемся Тоже что-нибудь споем Здесь вот рядом Там через дорогу КФС Вот сядем там Каву попьем Кофе попьем Ими как раз Тоже споем Поздравлю Сотрудников КФС И всех там Посетителей С праздниками Вчера в метро Пел я песни Даже Горло Село немного И на Майдане И на Хрещатике По Хрещатику Пел тоже А когда в метро Спускаешься Там Акустика хорошая Там слышно хорошо Там эскалатор длинный Там Где Хрещатик Не спускаешься Пели песни Там сестры со мной были С разных церквей тоже Вот значит Тоже разные конфессии Абсолютно разные Которые в обычное время Даже между собой Там особенно не общаются Честно честно А на церковном уровне Официальном я имею ввиду Ну не на частном А на официальном Даже вообще У них нет общения Между собой Вот А вместе Как одна семья Едем в метро Вниз спускаемся Вверх поднимаются Еще люди Многие неверующие Как бы так Ну и так Интересующиеся Так чутно Как-то им Услышать Пели Иисусу слава Иисусу слава Аллилуйя Слава тебе Господи Вот Прекрасная такая атмосфера Не только На поверхности Была На Хрещатике Там на Майдане Но даже и В подземелье Будем так говорить Слава Богу Захария Да О спасибо Валентина Да за напоминание Вот как раз Очень кстати Вот сестра Валентина Сейчас напомнила Хорошее местописание О будущем Этих праздников Потому что Частично они исполнились При первом пришествии Христа Но Окончательное их Исполнение Будет при втором Пришествии При тысячелетнем Царстве И в вечности В вечности Я не оговорился И вот значит Захария Да Написано 14 Да Глава Из всех народов Приходивших Против Иерусалима Да Вот так вот Бог Даже Вчерашних врагов Будет приводить В Иерусалим На поклонение Да Будут приходить Из года в год Для поклонения Царю Господу Саваофа И для празднования Праздника Кущей Аминь Праздник Кущей Будет праздноваться В тысячелетнем Царстве Из года в год Тысячи лет подряд Будут люди Приходить на поклонение Господу Богу Саваофу И по субботам Святость Субботнего дня Будет восстановлена Окончательно Слава Богу И бесповоротно И святость Праздника Кущей Будет восстановлена То есть Христианство И все люди На земле Осознают Что это праздники Не просто Еврейского народа Что это праздники Не просто Знаете ли Какой-то религии Иудейской Или даже Христианской Нет Что это праздники Самого Творца Неба и земли И люди Разных национальностей Разных культур Разных религий Традиций Осознают Что то что Бог в Торе дал Это не просто Сынам Израиля А это через Сынов Израиля Бог замыслил Открыть для всего Истрадавшегося Человечества Как панацея Против всех Недугов Человеческих Против всех Болезней Человеческих Человеческого рода Просто против всех Несчастий И страданий Потому что Бог действительно Возлюбил этот мир И дал нам Слово свое Первый раз Он дал слово Писанное Записанное Перстом своим Второй раз Слово Явилось в этот мир 2000 лет назад Как живое слово Как сам Машиах И Ишуа Как Иисус Христос Которое Слово Божье Вначале было слово И слово было у Бога И слово было Бог И все через него Начало быть Что начало быть И без него Ничто не начало быть Что начало быть Он есть свет человеков Он есть свет Просвещающий Всякого человека Приходящего в этот мир Да Мир тогда не познал его Лишь Отдельные верующие Стали познавать его И вот за два тысячелетия Лишь отдельные группы Верующих Разных Конфессий Деноминаций Традиций Религий Познают его Милость Благодать Но Бог хочет Чтобы все люди спаслись И достигли познания Истины С прихода Машиаха Это все Ставит реальностью Для всего Истрадавшегося человечества Дамы и господа Братья и сестры Хочу приломить хлеб Вместе с вами Сегодня Вот здесь уже Слетает Вижу Вот Сейчас Буду выходить Уже на молитву Куда в парк Вот Помолюсь там Там у меня трансляции Не получается делать Вот У меня нет на телефоне Интернета Или на отсчет пополнить Вообще-то Посмотрим Ну короче мне Так вот здесь Вай-фай Пользуюсь И Беру хлеб я Вот Плод виноградной лозы И Поднимаю сегодня Кедуш Беру хлеб И преломляю Хлеб во имя Господне С верой Надеждой И любовью С верой в нашего Господа Иисуса Христа И Ишуа Машеха Знаете, друзья Удивительно Совершилось Наше искупление Наше спасение Совершилось Великое Таинство Нашего искупления Во Христе Иисусе Господе нашем Вот И В этом празднике Спасибо тебе Господь Мы предвкушаем Будущее В этом празднике Мы прославляем Бога А вот на улице Дождь начался Слушайте Передавали дождь Думал Показалось Не, не, не Уже вижу на окнах Балкона Уже Да, уже Такие Мокрые разводы Но ничего Я все равно выйду Даже если подождем Кстати А подождем Даже люблю молиться Еще больше Потому что Вообще народу Никого Вот Никто не мешает Вот Никто не ходит Вот Значит И не отвлекает Вот Значит Хотя Люблю и по всякому И с народом Тоже люблю молиться Правда Некоторые озираются Как бы Четно Что человек ходит Молится А другие уже привыкли Уже Вот Даже Там Подходят Просит Благоставить И батюшка Вот Значит То есть Люди Некоторые Регируют хорошо Вот Уже Слава Богу Я думаю Что если делать это Постоянно Как бы то Люди уже Привыкают Как бы И значит Что-то нормально Так утром Протись Помолиться Вот Слава Богу Оно же все Надо кому-то Начинать Просто Вот А дальше уже Люди Мы так устроены Что если кто-то Это делает То как бы Уже проще И самому Начинать Просто первому Сложнее Наверное Начинать это все Когда это не принято В обществе Ну ничего Бог поможет нам И праздник Суккоты Как раз именно Об этом и говорит Нам Собственно Слава Богу И сегодня Хочу поднять Багаву Во имя Господне Преломить хлеб Во имя Иисуса Христа Который Действительно Есть наш Суккот Наши кущи Спасибо тебе Господь Спасибо тебе И в вечности Божия Тайна раскроется Гляди Господи Иисусе Боже Я благодарю Тебя За Твое Рождество Благодарю Тебя Что ты В эти дни Осенних праздников Ты посетил Нашу планету В образе раба Родился Которого они знали Еще Боже Всемогущий Благодарю Тебя За всех Людей Боже Тогда С кем ты Соприкасался Боже Для кого Достал благословением А для кого Проклятием Кто-то Разбился Тебя И разбивается И разбивается По сей день На кого Ты Падаешь И Кого Давишь Но Боже Благо Блаженны Те Кто Избирает Тебя Своим Основанием Блаженны Те Господь Благословенны Те Кто Тебя Господом Своим Спасителем И Иисус Христос Принимают Ибо Возмездие За грех Смерть А Дар Божий Жизнь Вечная Во Христе Иисусе Господи Нашим Слава Тебе Господь Бог Всемогущий Царь Наш Владыка Наш Слава Тебе Благословен Бог Наш Всегда Ныне Присно Во Веки Веков Аминь Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Царю Небесный Утешителю Дух Истины Ты Что Везде Пребываешь И Все Собою Наполняешь Сокровищница Благ И Жизни Подателю Ты Пришел И Вселился В Нас И Очистил Нас От Всякой Скверны И Ты Спас Благой Души Наши Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Хвала Тебе Благословен Бог Наш Давший Нам Хлеб Из Земли Аминь Благословен Ты Бог Наш Давший Нам Плод Виноградной Лозы Аминь Спасибо Тебе За Твои Кущи Блаженны Люди Знающие Тебя Блаженны Люди Живущие В Твоих Кущах В Твоих Шатрах Спасибо Тебе Господь Спасибо Тебе Господь Живущий Под кровом Всевышнего Потения Всемогущего Пуговица Ты Мой Покров Господь Аминь Спасибо Иисус Спасибо Спасибо Благодарю Благодарю За Твою Любовь Благодарю Достоин Ты Вечной Хвалы За Твою Любовь Благодарю Тебя Я Благодарю Благодарю За Твою Любовь Благодарю достоин ты вечной хвалы за твою любовь благодарю тебя я благодарю за все за все тебя благодарю мой бог спасибо 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 Спасибо, Господь, спасибо За жизнь мира Ты отдал свою жизнь Ты новый Адам Господь Иисус Христос Иешуа Машиах Ты, Господь, родоначальник нового человечества Боже, Ты поворотный момент Всей нашей истории человеческой Спасибо тебе, Господь И Ты хочешь, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Ибо един Бог И един посредник между Богом и человеком И человек Христос и Иисус Предавший себя для искупления всех Для искупления всех Бог во Христе примирил Собою весь мир Не вменяя людям преступлений их И дал нам слово примирения И дал нам служение Примирения Тело Христа и кровь Христа Это служение Примирения Аминь Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо, Господь Спасибо 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 за жизнь Спасибо за праздник Спасибо за твой покров Над жизнью моей Спасибо тебе за твой покров Над жизнью каждого верующего Аллилуйя Вот, Валентина пишет тоже Дождь в Минске Пригороде Минска Ольга пишет Приветствую, дорогой пастор Хорошего благостовенного дня вам и вашим родным Аминь И вам тоже Вашим родным Холор Хорошего благостовенного дня Благостовляю всех вас, дорогие друзья Во имя Господне Всю неделю эту ликуем Торжествуем Радуемся Одной из заповедей этого праздника Радоваться Благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Пусть Бог благословит сегодня Израиль Пусть Бог благословит сегодня Иерусалим Во имя Христа Иисуса Благословляю На эти праздники До 2 октября Продолжаются эти праздничные дни Вместе с Шминь Ацерет и Симхатура До 2 числа, включительно октября Продолжается вот это ликование, празднество Пусть Бог благословит Он живая вода наша Он свет этому миру И именно на празднике Суккот Господь совершал свои удивительные чудеса Вот и пусть Бог сегодня Проявит свою силу Могущество в чудесах и знамениях Через нас с вами В этом мире Многострадальном Потому что вся тварь стенает и мучается Ожидая откровения сынов Божьих И пусть сегодня И в эти дни праздника Его праздника Раскрывается до откровения в нас И открывается нам и через нас Поздравляю тебя Господь с этим праздником Поздравляю всех вас с этим праздником Во имя Господне Аминь Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир всем вам Аллилуйя Аллилуйя Наш Отец живой Бог Отец наш жив Аллилуйя Бог живой Наш наш Отец живой Ода Вину Ода Вину Ода Вину Хай Ода Вину Ода Вину Авин Малкейнум Шебаша Май Отец наш Царь наш Владыка Который на небесах Аллилуйя Аллилуйя Ава Отче Од Ава Авин Хай Од Ава Авин Хай Ода Вину Ода Вину Ода Вину Хай Ам Израиль Хай Ам Израиль Хай И народ Израиля Потому жив Потому что наш Отец живой Ода Вину Хай Ода Вину Хай О Давину Шалом Света пишет Шалом, Шалом Светлана И Валентина написала еще Напоминание нам из Писания 2 Коринфянам 5.19 Потому что Бог во Христе Примирил с собою мир Аминь Не вменяя людям преступлений их И дал нам слово примирения Аминь Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя, спасибо тебе Господь Эй Вену Шалом Алейхем Всем вам Желаю мира Эй Вену Шалом Алейхем Эй Вену Шалом 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 Алейхем Шалом, Шалом Иерусалим Шалом, Шалом Иерусалим Мир Господний тебе Иерусалим Шалом, Шалом Иерусалим Шалом, Шалом Шалом, Иерусалим 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 Благослови Господь сегодня всех нас во имя Сына Своего, во имя Своей любви Аганца Своего, Царя нашего, брата нашего, Господа нашего, Спасителя нашего. Господа нашего.